Эльбрус Виктор Федорович, прошу вас Виктор Федорович Толкачев, родился в Донбассе 8 августа 1937 года Окончил Харьковский политехнический институт и Московский государственный университет С 1966 года работал в Ненецком округе радиометеорологом полярной станции Колгуев-Северный Вот смотрите, я могу говорить и наливать даже Что не сделаешь ради гостей Продолжаю Заведующим и киномехаником Красного Чума Заведующим отделом газеты Нарьяна Виндер Собственным корреспондентом по Ненецкому округу областной газеты Правда Севера Журнала Северные просторы Редактором Ненецкой окружной редакции радиовещания Старшим инженером Нарьянмарской нефтегазовой разведочной экспедиции Мы не в логическом порядке, но все это было Окончил факультет журналистики МГУ Был заместителем редактора газеты «Волна» в Архангельске В настоящее время председатель правления Архангельского отделения Союза журналистов России И в 2022 году издательство «Лоция» вышла книга «Архангельские журналисты-фронтовики» Сборник биографических очерков воспоминаний Автором идеи и главным редактором книги стал Виктор Толкачев Итак, слово Виктору Толкачеву Пожалуйста Давайте я подержу и покажу Книгу, пока вы говорите Во-первых, с праздником Сначала мне показалось, что здесь самая читающая публика собралась в самой читающей области Потом оказалось, что самая рисующая публика здесь в Архангельской области Теперь мне приходится признать, что самая боющая публика читающая Архангельской области Книга, которую сегодня я представляю, это «Архангельские журналисты-фронтовики». И я хочу вернуть вашу память к песне, которую исполнял Алексей Трофимов о фронтовике-солдате, пишущем письмо с фронта, о ветеранах, которые отдавали свои жизни. Миллионы наших российских солдат воевали, погибали, и среди них воевали и гибли архангельские журналисты, корреспонденты газет «Правды Севера», «Северный комсомолец» и «Районные газеты». Здесь в этой книге собраны судьбы в биографии 46 архангельских журналистов. Они воевали с лейкой и с блокнотом, а то и с пулеметом. И солдаты эти, фронтовики, вернулись домой со званиями от рядового эфрейтора до майора Калистин Карабицын. Вот медалями за отвагу, Алолия Обрядин из Холмагра, две медали за отвагу принес, до звезды Героя Советского Союза, Новодвинец Коржавин. И эта книга, чем она особенно и хороша, она рождалась дважды. Первый раз в 1920 году, когда страна отмечала 70-летие Победы, когда все хотели что-то сделать, что-то придумать к этой великой дате. Ну а журналисты решили вспомнить своих журналистов-фронтовиков, и мы их сначала всех, ну им такой проект сделали, как вахта памяти. Начиная с 16 апреля, когда началась берлинская операция, выходили наши коллеги, которых уже почти никого тогда не осталось, и они стояли в вахту памяти. Через каждые три дня, 4,5 месяца до японской операции и под Берлином, и в Маньчжурии воевали и гибли архангельские журналисты. И вот они теперь здесь собрались все, 46 судеб, 46 биографий, 46 набор колодочек на орденов. Все ордена, все здесь их представлены, и герои их, и информация об этих орденах. Когда орден был рожден, кто был первым награжден, сколько вообще наград выдали там, медаль за отвагу, красная звезда, звездочкой ее называли. И, кроме того, эта книга написана журналистами, которые их знали, этих ветеранов, этих фронтовиков. Они дружили с ними, работали, и по-дому сохранили живое общение, и передали вот это ощущение жизни их в этих строчах. Вот сегодня кто-то говорил, мальчик вот этот, по-моему, Олег Борисов говорит, вот сидит мальчик, он уже ни у кого не увидит, не услышит живого слова ветерана. И также о наших журналистах. Последний журналист-фронтовик Кочнев Михаил Платонович в Северодвинске умер в прошлом году. Ему было 97 лет. Он был единственным, наверное, на всю Россию. Теперь уже никого не осталось в живых. И поэтому остается только читать книги. Но эта книга тем хороша, что она передает живых, жизнь живых, слово живых журналистов. Но еще эта книга интересна тем, что здесь впервые опубликованы архивные из Министерства обороны на сайтах Победа народа, память народа, документы фронтовые, письма фронтовые. И те самые записки фронтовых писарей, которые писались еще в огне и дыму сражений вечером при коптилке, они заполняли короткие наградные листы, чтобы в тот же день оценить и описать тот подвиг, который совершил тот или иной солдат. И в том числе и военкоры. Здесь известные журналисты, они тоже были писарями и были награждены за свои воинские дела. Как Александр Тунгусов был полковой писарь и был награжден за боевые свои заслуги. Спасал драгоценные там секретные документы штаба армии. И еще. Художник. Здесь из каждого, каждый район почти найдет своего героя. Вот Пинежский, Зимцовский. О северодвинцах я уже говорил. Юнгами были из Березников. Из Березников. Редактор газеты. Если вы... Здесь было 45 сначала. Маленькая история. И вдруг мы узнаем, когда книга сверстана, в лотце уже лежит. Мы узнаем. Нам не сообщили новодвинцы, а мы не знали, что у них есть герой Советского Союза. Первый редактор бумажника еще до войны, он был редактором. А при ворсировании Вислы получил героя. Мы нашли его. Новодвинцы нам его написали, фотографии прислали. Если было здесь 45, 5 на 9, ровная коррель, то пришлось в последнем ряду раздвинуться журналистам и поместить вот Коржавина Николаевича, героя Советского Союза. Ну, пожалуй, вот коротко об этой книге все. Правда, Игорь тут знает иногда больше тех, кто здесь выступает. Нет, ничего не добавить. Это сворник. Да, одно могу сказать, в книжной лавке Виктор Федорович еще с одним автором книги Сергеем Николаевичем Доморощиным был. И есть запись в интернете, можно услышать более развернутый, может быть, рассказ получасовой. У нас сейчас времени просто нет. Не называл фамилии авторов, но теперь придется нас, теперь назову все-таки. Да, половину биографии написал Сергей Николаевич Доморощиным, вторую слуга вашего Корпи. Но еще были журналисты Северодвинские, Курзинева, Никитина, Попов. Еще был журналист из Березников Сергей Гнездов. Еще был журналист из Пинниги. Еще Химанович был из Северодвинска. Из Котласа, царство его небесное, Титов Владимир Васильевич написал биографию. 15 журналистов создали вот этот сборник. Ну, а я закончу свое выступление еще одним сборником. Если это сборник воинский, фронтовой, такой общественный, то вот этот сборник я хочу вам все-таки представить. Он такой семейный. Здесь артель создавала его. Автор Толкачева, редактор Толкачева, дизайна, реверсальщик Федор Толкачев. И это семейный сборник о зимовке на острове Колгуев, о котором говорил здесь Игорь. Она о любви. Она о любви людей, которые жили на берегу океана, под небом, рядом с тундрой. И небо покрывали каждый день разные облака. То кумулюсы облака хорошей погодой, вот как сейчас. То кумулонимбусы дождевые, которые грозили нам сегодня. И под этими разными облаками вот жила семья молодого журналиста и молодой выпускницы МГУ, тоже из ТФАКа. И дочка с них маленькая, катушка, катушок от лягушонок. И я тоже с удовольствием представлю в этот праздник. Для нас это тоже праздничная книга. Спасибо. Спасибо, спасибо, Виктор Федорович. Я уложился. Да. А я хочу добавить, что эта книга облака, вот, облака любви у нас в розыгрыше. Пожалуйста. А мы продолжаем. А мы продолжаем. Цитирую. У русского севера был иммунитет против сил распада и разложения. Он сохранил высокий нравственный строй, отзывчивость, участливость, сердечность. Вот его этические императивы. Все это есть в ее стихах. Они лучатся добротой, искренность их абсолютно. Эти качества кажутся реликтовыми в нашем холодном и жестоком мире. Поэтому поэзия ее имеет особую значимость в масштабе всей России. Так о ее поэзии когда-то написал поэт, филолог, доктор филологических наук из Петрозаводска Юрий Линник. Встречайте. Галина Рудакова. Галина Николаевна. Прошу вас. По традиции, небольшая справка. Галина Николаевна Рудакова. Родилась 16 апреля 1956 года в деревне Кургамень. Винноградовского района Архангельской области. После окончания Ненецкого завед техника работала в колхозе «Новая жизнь» Холмогорского района. С 2017 года живет в Северодвинске. Лауреат областной премии имени Николая Рубцова в 2005 году, районной премии имени Лавоносова и международной литературной премии «Имперская культура» в 2015. Автор многих сборников стихов. Произведения опубликовались в российских и зарубежных журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Двина» и так далее. В 2022 году в издательстве Архангельского регионального отделения Союза писателей России вышла книга, ну, можем сказать, избранного, да? Избранных стихов Галины Николаевны «Все от Родины, все от земли». Галина Николаевна, вам слово. Ну, я просто почитаю стихи. Галина Николаевна, если удобно, стойку я поставлю стойку. Наверное, так. Сидя. Хорошо. «Все от матери, все от отца, от деревни, где жизнь не основа, труд да устали в поте лица и служение русскому слову. Все бы, мама, читала мне ты, все бы бабушке сказывать сказки, а отец красоту на холсты перенес, выбрав писти и краски. Брал гармошку, и песня лилась, балалайка ли в руки попала, ноги сами пускались в пляс, и усталости как не бывало. Если горе, как по сердцу нож, что спасало нас, если не дело? Только песня, как в засуху дождь для души и уставшего тела. «Все от родины, все от земли, от луков и полей васильковых, и от привитой с детства любви к самородному русскому слову». Это юное время твое, сколько нового светлого будет, а весна уже крыльями бьет, землю талую будет. Ты суго разбегаешь к реке, так же руки раскинув крылата. Почему же в родном уголке, словно пламенем сердце объято, а вокруг пробуждается жизнь? Не ручей ли зовет тебя звонко? Ты откуда такая, скажись, молодая Талинка, девчонка? Она поизмаялась сердце вдали, и стоишь над проснувшейся речкой, словно вербушка желтой пыли, обронив в ее воду сердечко. Приветная родная сторона, весна, как будто девица красна, в венке из мать и мачехи неброской. Сорву, вдыхая запах молодой, склонились ивы низко над водой, и землю веткой трогает березка. Вот так и я склоняюсь пред тобой, в ладонях перепачканных землей, лежат семян зеленые проростки. Земля встречает радостно весну, комочек каждый в пальцах разомну, с любовью и теплом, за горсткой горстку. Сны васильковые, ты меня не буди, голос кузнечика, звонкое сердце ночи. Я, как дитя, прильнула к земной груди, и трава мурава не щеки щекочет. Детство бездумное, словно летишь с горы, саночки расписные, выгнутые полозья. Сколько друзей случилось встретить из той поры, скольких не довелось мне. Травы проклюнутся, ум дыши с берегов, выйдет, затопит пойму до самых сосен. Сколько нас было маленьких ручейков на перевозе лодка до песня весел. Юности детства будь-то совсем не жаль, с капелькой грусти думаешь о разлуке. Кто это шепчет, дочка, не уезжай? И сердцевидные листья роняет в руки. Сны васильковые, ты меня не буди, голос кузнечика, звонкое сердце ночи. Я, как дитя, припала к земной груди, и трава мурава мне щеки щекочет. Галина Николаевна, все-таки поговорить придется. Не только стихи. Скажите, пожалуйста, мы ведь с вами встречались. Вот кому интересно, опять же, в книжной лавке может найти передачу, где Галина Николаевна и мы говорили о творчестве, говорили о том, как она пришла в поэзию. И говорили о песнях, о песнях на ее стихи. Много ли песен на ваши стихи? Много я не считала. Сколько? Больше десяти точно. Ну, я думаю, что мы никого не обидим. Если я вас спрошу, у вас есть любимая песня? Вот та, которая легла вам, как автору на душу, на ваши стихи? Ну, вот все десять любимые. Все десять? А сейчас никакая не готовится новая? Готовится, наверное. Наверное. Вот как-то так. Я могу только стихи прочитать. Вот, вот, вот. Вот как-то так. А песни, надо сказать, замечательные, и они тоже есть и в интернете, можно найти, они звучат. Галина Николаевна, и еще, вы стихам не изменяете, но у вас есть ведь книги не только поэтические. Да, краеведческие есть. Ну, несколько слов об этом, потому что здесь есть люди, может быть, которые не знают. Ну, вот у меня о родной деревне издано несколько книг. О родной деревне Кургамень, так и называется книга Кургамень. И на ту же тему «Бабушкины обереги». Это типа прозы, такое воспоминание о детстве, о деревне, бабушкины рассказы о людях, деревне, которые вот старожилы. Ну, вот о моем детстве. А скажите, там вот в нашей книжной лавке представлены ваши только поэтические книги, или есть из перечисленных? Нет, там есть вот эти «Бабушкины обереги» есть. Ну, вот видите. Еще. Да, вот у нас очень скромные писатели, и если кто захочет приобрести книгу, Галина Николаевна можно приобрести, и она с удовольствием оставит автограф свой, правильно? Ну, Галина Николаевна, завершение стихотворения. Конечно, конечно, конечно. Ну, вот, наверное, на зимнюю тему прочитаю тоже о обычаях, которые в нашей деревне и вообще в сельской местности существовали. Зимой на святки бегали шуликины, где называются немножко по-разному, но из проруби, из памяти январской полыньи вдруг явятся веселые шуликины мои. Пойдут шутить шуликины, пойдут шукать они, какой бы номер выкинуть на святочные дни. Ах, милые проказники, шугнуть бы вас пора, да несмотря на праздники прогнать бы со двора, а ты, как святки принято, напялишь балахон. Пойдешь гонять шуликинов, и сам ты шулихон. Шулихины, шумихины, для смеху не назло, картошиной на ниточке всю ночь стучат в окно. Иль перышко куриное опустят к вам в трубу, и весело шутихинам, что дым поет в избу. Ворота приморожены, знать поле ты водой, и ты открыть не можешь их, кричишь, сосед открой. Обрушена поленница, и санок не ищи, их тоже не поленятся, шутихины стащить. Лопаты, палки лыжные на крыше ты нашел, а вдоль дороги видится, изметил частокол. Шуликины проказники, веселые мои, являются из памяти январской полыньи. Шебаркнется, достукнется, а я вас не боюсь. Пусть иногда аукнется языческая Русь. Спасибо, Галина Николаевна. Спасибо огромное. Скажите, ваша книга тоже в розыгрыше с вашим автографом есть? Есть. Итак, там есть, подойдите и подпишите. Итак, Галина Николаевна Рудакова. Спасибо. Я был недавно в мае в Холмогорах, и в Холмогорской библиотеке меня попросили. Вот наша Галина Рудакова там у вас, вы ей передайте привет, Галя, привет тебе большой. Из Холмогор, там наша Галя Рудакова. После этого я был в Двинском Березнике, в библиотеке тоже. Мне говорят, передайте привет, там у вас наша Галя Рудакова. И в Двинском Березнике ты тоже наша. Так что тебе два привета из Холмогорского района и из Виноградовского района. Ты везде там наша, наша родная Галя Рудакова. Спасибо. Спасибо за привет, Галя Николаевич. Ну, а мы продолжаем. Заманчиво, родившись рыжей, Рядиться в яркое тряпье, В блужи лесной российской, Выжить и выжить из себя ее, И, вырвав из нее себя, С умой отправиться по свету Дорогу, преданно любя Геологам или поэтам. Так в нескольких поэтических строчках Она рассказала о своей жизни, О судьбе и любви к геологии, Поэзии к родине, русскому северу, Где она однажды родилась, Десформировался и зазвучал в полную мощь Ее поэтический голос. Встречайте, Татьяна Полежаева. Татьяна Серафимовна. Все. Я здесь. Подождите, подождите. Вы расскажете, когда вы родились, Я за вас это расскажу. Нет, я не про рождение. Дайте пару слов, потому что не все, Может быть, знают. Татьяна Серафимовна Полежаева родилась 9 декабря 1953 года в поселке Сурово-Велиготского, Еще в юности начала писать стихи. В 1969 году окончила Суровскую дипломную среднюю школу, Влеклась к геологии, которая стала ее профессией. После школы поступила в Весовский геолого-разведочный техникум, И после его окончания в 1973 году начала свою трудовую деятельность В Магаданской области. С 1976 года геолог Плесецкой геолого-разведочной экспедиции 25 лет проработала в экспедиции. При этом не переставала создавать свои произведения. Уже в 1995 выпустила свой первый сборник «Белая шаль», Член Союза писателей России с 1997 года. Лауреат литературной премии Николая Рубцова Выпустила более 12 поэтических сборников и книгу прозы. Живет в поселке Савинский. Вам слово. Ну я хочу чуть-чуть по биографии поправиться, Что 40 лет я проработала в геолого-разведочной экспедиции. Все. И даже уже больше. Надо биографию вносить правку. Последнее время я работаю в школьной библиотеке, Поскольку экспедиция приказала долго жить. Иначе бы из нее меня вынесли только вперед ногами. Но пришлось так. Вам, если удобнее, стоим. Наверное, плохо слышно. Нет, очень хорошо слышно. Поэтому мы сделаем стоечку, Чтобы вам не мешало ничего. Я не уверена, Я не уверена, что мне удастся перекричать наш праздник параллельный, Но я попытаюсь. Удается, не сомневаюсь. Я здесь представляю детскую книжку «Бабушкино озеро», Поскольку она здесь есть. Но прочитаю я из нее только одно стихотворение. И мне оно очень нравится. Естественно, любимое здесь читается. Называется «Костер». «Костер». Всю ночь горит на берегу, Дымится понемножку костер, А ребятня в кругу печет в углях картошку. Ведется мудрый разговор, Мальчишеский сердечный, Когда у ног горит костер, Жизнь кажется нам вечной. Ну, я прочитаю, поскольку я все-таки лирический поэт, Я прочитаю стихи такого лирического плана. Возможно, даже в какой-то мере и созвучно сегодняшнему дню. Куда тебя дорога увела, Куда увлек бездомный странник ветер, Поспешным схлипу ключи навесла, Прощальным плачем за тебя ответил. Туда, где не вмерзают в берега Моря и реки, И не спит полгода светило солнце, Не метет бурга, Так что порой не видно небосвода. Поторопись, пока ложится путь, Меня в краю том славном не забудь. А я останусь здесь, останусь здесь. Здесь много чего нет, Но все же есть сосновый лес, Под берегом родник, Дома друзей, что мне родней родни, В погожие сумрачные дни. Куда же я, куда же я без них? Усядемся с ногами на кровать, С подругой дорогой погоревать, И посмеяться, А уже потом на кухню Со смородовым листом, Перезабыв все хлопоты, Заботы, пить чай, С смородой до седьмого пота, До просветления мыслей души, Останусь здесь, Мне некуда спешить. Осталась здесь, Что ни сосед, то пьян, То пьянь. И юноши, как колуны затылки, Такую вслед тебе отпустят брань, Отпав слюняв от пивной бутылки, Что чуть живая протолкнешься в дверь, Уж не отмыться, хоть бы отдышаться. Уехал ты, завидую, поверь, Уехал, и не вздумай возвращаться. Нет, нет, я не закончила. Средь стылого моря Каменный вздох, Голые скалы, сосны, домох, Край серого цвета И строгости черт. На острове лето, Не красное, нет, На острове лето жемчужных тонов, Кто был здесь в июне, Тот знает оно, Способна надолго покоя лишить, Спорхнув белой чайкой В безбрежье души. Ну и вот так, такое. У меня есть еще? Все? Последнее, да? Есть еще. Мы к морюшку скоро поедем с тобою, Не в солнечный Крым, Не на горный Кавказ, Поедем к родному седому прибою, К морюшку белому на этот раз, К студеному белому, В город Онегу, Где молодость нашу качает волна, Вбегая на берег с песчаной с разбега, Пытаясь смыть милые нам имена, Что прутиком мы начертали когда-то, Бродя по песчаной топкой мели, А море лежало вальяжно агатом, Серо-зеленым в бескрайней дали. Спокойная, тихая, взноя июльском, Сливалась с бесцветным простором небес, Нам было так весело, Как нынче грустно. Поедем, Не много таких в мире мест, Где нежность, суровостью и тишиною Подскажет, что делать, И как дальше жить. И морюшка наше, Такое родное, Вечной любовью к ногам набежит. Спасибо. Спасибо огромное. Татьяна Полежаева. Поэзию она любила с детства, Четыре года стоя на табуретке, Уже с упоением декламировала Отрывки из Пушкинской Полтавы. А спустя несколько лет Последовали первые Пробы пера. Это строки из такой версии, Интернет-версии, Ее биографии я нашел. Ее стихи, по словам доктора Филологических наук Елены Галимовой, Цитата, Говорят, Причем именно говорят, Они поют, не льются, не плачут, Не скандируют, не захлебываются, Восторгами не бормочат, А произносятся. Чуть затрудненно, Как будто не совсем уверенно, Сами к себе прислушиваясь, Негромко, но в то же время Так хрустально, чисто и отчетливо, Что весомыми становятся Каждая пауза, Каждая интонация, Каждая ритмическая запинка. Встречайте. Елена Кузьмина. Елена Николаевна. Елена Николаевна. Микрофончик. А вы присаживайтесь, А я про вас же расскажу немножко. Да, да. Вот все у вас лежит. Я же немножко должен биографию сказать. Вы же не будете говорить, Я родилась уже как-то несерьезно. Да, это моя история. Поэт, прозаик, Член правления Союза писателей России, Родилась 17 ноября 56-го года в Москве. Детство прошло в поселке Обозерском, Плесецкого района. Окончила Архангельский лесотехнический институт и Литературный институт Горького. Участвовала в литературном семинаре молодых писателей Баренц региона, международном литературном семинаре, семинаре женщин-писательниц Баренц региона. Принята в Союз писателей России в 99-м году. С 2000 года была заместителем председателя правления Архангельского регионального отделения Союза писателей. С 2011 по 2015 возглавляла Региональное отделение. Автор многих сборников поэтических. Вам слово, Елена Николаевна. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Я все-таки буду читать стихи, и я буду стоять. Тогда стоечку. Мне стоечку. Конечно, конечно. У нас же демократичная студия. Так. Спасибо. Вот, друзья мои, поэты. Поэты, они говорят стихами. Я прочитаю несколько стихотворений из моей последней книжки. Может, действительно последней, потому что как-то больше не хочется издавать, если честно, книги. О ней говорить много не буду. Называется «На Санта-Лючея». Благодарна очень дизайнеру этой книги, Марине Антипиной. Я уже вчера выступала. Презентовали книги Ольги Фокиной и Вадима Беднова. И она тоже дизайнер этих книг, замечательный специалист, профессионал. Мы уже третью книгу с ней вместе делаем. И я очень благодарна, что она такая у меня красивая получилась. Вот мне приятно. Приятно взять руки. Так, я почитаю стихи. Спасибо. Про Марью Ивановну. Мария Ивановна – строгая классная дама. Прически не единой вольной кудряшки. Сердясь подсчитывает упрямо патриотизм у своих пятиклашек в баллах. Над нелепым отчетом проводит ночи весенние, но часто водит в музей по субботам подрастающее поколение. Она пришла сюда с первым своим пятым классом, новоиспеченной учительницей географии, интерактивных не было прибамбасов, старый стенд, на стенде его фотография. Шлем танкиста, улыбка все ни почем, мальчишечи плечи и глаза. Даты короткой жизни отмечены. Она сказала себе, не всерьез, конечно, обязательно. Такого же встречу. Всерьез, не всерьез, а лет двадцать надеялась встретит. Искала похожего, вглядывалась в лица, будто не знала, что похожего нет на свете, потому что похожий не успел родиться. Медсестра невеста погибла где-то близ Варны, остались писем восторженные странички. Вот и все про личную жизнь Марьи Ивановны, хотя подруги ей сватают женихов по привычке. Она бы и вышла замуж, но школа, отчеты, юное продвинутое поколение, да и привыкла она ходить в музей по субботам, а там продолжается танковое сражение. Ее дети, спецы в компьютерной графике, на экранную битву они смотрят беспечно и не помнят наизусть его биографию, и невестин и письма с обещаниями ждать вечно. Время для них живет по законам чудесным, то на месте стоит, то падает с неба манной, и когда Мария Ивановна читает им письма невесты, они думают, что невеста — это Мария Ивановна. Время. Чинит одежду старому симбе старая земба. В твердую землю мотыгу вонзает симба, выцвели волосы под африканским небом, шапка волос над морщинистым ликом нимбом. Время любит поспать во дворе на циновке, той, что прабабка зембы плела из соломы. Здесь не нужна быстрота его и сноровка, здесь оно, видно, течет и живет по-другому. Скоро не станет симбы, не станет зембы, думает время, скоро меня не станет, скоро свернется в свиток старое небо. Долго мотыжет землю в долине люди, в центре затерянного плоскогорья. Долго летят на север, отсюда птицы, разве что время и здесь, и у синего моря одновременно, но может, ему это снится. Вот оно дремлет на печке, на теплой лежанке, грустную сказку слушает время в полуха. Чем-то закончится сказка, пожалуй, не важно. Важно, что жили да были старик со старухой. Вспомнился один анекдот насчет «Кивнешь». Вот вы там смотрите, значит, когда жена открывает дверь, мешает, а у порога лежит супруг. Она говорит, «Вася, ты что это?» А говорит, «А я вчера стучал». А я спрашиваю, «Вася?» А я кивал. Вот я буду кивать. Читайте. А я буду оглядывать. Замечательно. Старая каракатица, маленький речной пароходик, с поблекшей надписью на борту «Герой». Чуть жив, ползает, а не ходит. Он и сам знает, пора на покой. От пристани к пристани шлеп, шлеп по волнам бурым. Радуется, что тучи не засть отсветила. Может, и просил по молодости бурю. Стыдно вспомнить, да и когда это было. Довести бы в сохранности живой груз, и чтобы сердце достучало исправно, а за опоздание пусть поругают, пусть дошел, дошлепал. И это главное. Терпеливо ждет, когда скажут, не подкачал, прощаясь с ним без сантиментов ненужных, и больше он не оставит причал, и закончится его служба. А потом он просто полежит на речном берегу, застенчиво спрятав под ржавым покровом гордую надпись на рваном боку эпитафию в одно слово. Замечательно. Пока вы еще одно стихотворение прочитаете, перед тем, как прочитать, я не могу не спросить, а почему это вы сказали, что хватит книг? Вот мы встревожены. То есть я точно встревожен. Почему, Елена Николаевна? Вы сказали, хватит книг? Владислав Владимирович сказал, что когда мне будет 70 лет, мне издадут тоже книгу Союз Питалов. А я могу не дожить, во всяком случае, с 70-ти. Значит, будем издавать раньше. Читайте. Ну, несколько лет, уже, наверное, прилично лет тому назад, после событий в Ливии у меня были написаны стихотворения, в общем-то, которые так отзывались. События во мне, и я вот... Были они написаны, не знаю. И сейчас, может быть, они тоже так же актуальны, к сожалению. Защитником великой ливийской Джамахиреев. Львы пустыни, не держите на русских обиду. Слава павшим! Их будет кому оплакать и в этой России. Горе смеющимся ныне, горе размножилось на Руси, крысиное подлое племя. Что-то много говорят о русском народе. Должно быть к войне. Верная есть примета. Нужно ведь кем-то наполнить пустынную землю. Истощенная, бедная, материнская чрева. Те, что любили ее, те и наполнят. Лягут в землю, помнящие родство Иваны. И Марии, конечно, куда же им деться? Львы пустыни. Нас некому будет оплакать. Высыхают подземные реки. Горят средь пустыни деревни. Далеко, говоришь? Да, не близко. Вроде живы еще наши Николы. Вроде живы еще наши Ильинки. Горки, малиновки, поповки, липки, сороки, сосновки. Гуляют еще, хлопочут. Жизнь провинциальную хают. Вроде избы стоят по рекам. Церкви, колокольни по угорам. Кто-то пашет, кто-то косит, строит. Пришли люту, зорочу, девица. Песни живы, говори, говори. Птица алконосты, птица феникс. Скрыт Аллатырь, камень белгорючий. Китежград хранит себя в пустыне. А кто скажет? Рубяты, не спите. А кто охнет? Батагана вас нету. Прикрикнет. Нутка веселее. Пожалеет. Золотка, не бойся. Нет бабки Феклы с заречья. Нет бабки Манни с пригорка. Нет бабки Лизы с подлесья. Нет бабки Груни с овражек. Шуры нет золотицы. Марф из последнего ручья. Нет уже бабушки Нюры, клюшкой сурово грозившей президентом на мутных экранах. Нюру уважали в деревне. И даже азербайджанец Гаясик, стоя из своего киоска, говорила ей, а она, будь здорова. Бабка Нюра лежит на кладбище. Но в отличие от ливийских погостов, здесь песок прорастает травою. Пока прорастает травою. Светлой, как полотнище флага Великой Джамахиреи. Дорога на Дамаск. Сравнять с пустыней, выжечь дотла. Рекут безумные в мыслях лукаво. Не будет дороги, пустыми станут слова о прозрении Савла. Напрасно объяснять, что по богу тоска где угодно возьмет за горло. Мальчик с пирсингом удивляется. На Соловках меня воинствующего атеиста проперло. Очень грубая для нежного слуха добрая весть. Наждаком по чувствительной коже, потому что так было и так есть. Он дышит и дежахочет, дух Божий. Но взрывается ненавистью. Интернет и нам, маловерным, не сдвинуть скалы. Нет, кричат они в блогах. Нет, не позволим, чтоб из Савла да в Павлы. О, каиного племя! И каждый рад вымазать в грязи, а лучше в крови потрепанные наши ризы. И память о брате Павле, о брате Авеле, и само слово брат из словарей истории вырезать. Спасибо. Спасибо, Елена. Прекрасно. Елена Кузьмина, вас обладает. Вы такую книжку готовы дать народу? Давайте. Спасибо огромное. Друзья мои, вы с нами? Как? Вам в открытой студии нормально? Ну, как-то дайте сигнал. Спасибо. Спасибо. А мы продолжаем. А... В ее поэзии готовность до конца разделить судьбу родной земли, умереть, но с нее не сходить. Лирическая героиня полна решимости перестоять, насколько хватит сил, вобрав в себя и боль, и стыд до крохи. Написала о творчестве этой поэтессы, доктор хологических наук, Елена Галимова. И еще, как точно сказано о ней, на одном из литературных сайтов. Ее можно было бы назвать плакальщицей русского севера, если бы в ее стихах не жило то, что выше плача, сильнее боль, если бы с ее страданием не перекликались радость, радость цветку, синиц, котенку, дождю, снегу, весне, половодью, детскому взгляду. Встречайте, Ольга Корзова. Ольга Владимировна. Вам как комфортнее присесть, стоя, но сначала присядьте. Спасибо. Итак, Ольга Владимировна Корзова, урожанка и жительница села Корякино Плесецкого района, сельский учитель, поэт, прозаик, публицист, защитница родного края. Родилась 6 сентября 1965 года в семье сельских учителей, в семье сельских учителей, шестой, самой младшей. Главные уроки, полученные от родителей, уроки любви, служения памяти, любви к людям, к родной северной земле, к огромной России. Служения, то есть работы не за страх, а за совесть. Памяти, сохранение всего духовного, нравственного, культурного наследия предков, лежащих в этой земле. После окончания Архангельского педагогического института больше четверти века работала в сельской школе, член Союза писателей России с 2008 года, автор двух или все-таки больше. Трех стихотворных книг и рядов и многих публикаций в российских литературных журналах. В 2020 году в издательстве Российского Союза писателей вышла книга стихов Ольги Корзовой «Они моя родня». Это книга, которая была издана как победителю премии «Народный поэт». Вам слово. Ольга Луфина. Книга моя называется «Они моя родня». И, в общем-то, по одному из стихотворений, которые есть в этой книге, но я начну не с него, потому что, ну, обложка книги и стихотворения, наверное, не вмещают все то, что вошло в книгу. Я начну, наверное, с центрального стихотворения этой книги, хотя, ну, если можно его так назвать. Молитва. Забудь мое имя, пускай растворится, как дым, и голос возьми, ни к чему бесполезная песня. Позволь хоть снежинкой кружиться над лугом моим, над речкой и полем, над всем этим краем безвестным, пускай не у моря, мне б только глядеть с высоты на эти дома, на ушедшие в небыль деревни, на лес поредевшие, стоящие насмерть мосты, они, как часовни, застыли в молении древнем. Позволь мне остаться на стрелке затерянных рек, прибрежно, песком или камнем, прибрежною белой глиной, не дай отступиться, когда отступается бег, и прадед молчит, у коризни наглядя мне в спину. Перекликается, наверное, с тем, что читала Елена Николаевна, и я прочитаю вот такое стихотворение. За деревнею где-то кричат целый день журавли, будто небо кричит, и до нас докричаться не может, и страшит по ночам ледяное дыхание земли, и шепчу, просыпаясь, «Спаси и помилуй нас, Боже!» Ты, наверное, прав, и судьбы мы не стоим иной. У людского жилья вечно пахнет войной и разором. Если б снова заснуть и проснуться цветущей весной, чтоб сирень бушевала и утро не веяло мором, чтобы настишь окошке, чтобы с другом сидеть о костра и глядеть на огонь, не на дынные лики пожарищ. Возвратится ли завтра все то, чем мы жили вчера, так и тянет сказать позабытое слово, товарищи. Ну, наверное, что-нибудь все-таки посветлее прочитаю. На обложке книги «Синички» я часто кормлю птиц, не только зимой, но и вчера у нас Татьяны Серафимовны Полежаевой стояли на автовокзале, и тут же появились воробьи, они как будто меня ищут. И в этой книге много стихов, посвященных и птицам, конечно, не только птицам. Вот такое. «Не стоит выбирать, журавль или синица, Господь уже давно все выбрал за меня, слетается ко мне и на ладонь садится мой маленький народ, крылатая родня. Иду, несутся вслед и что-то объясняют, и часто не понять небесный их язык. Но, кажется, порой как будто понимаю, а рядом брат кричит, «Эй, девочек-чирик!» Он старше, и язык ему дается проще. Но, думаю, придет прекрасный летний день, и встретимся мы с ним пролетом где-то в роще. Черепнет на меня, а я скажу «тень-тень». Ну и, наверное, прочитаю все-таки стихотворение, которое начинало эту книгу. Ну, оно было написано после второй книги, наверное, самым первым, и его я прочитаю. Обижаюсь, услышав, что реки маленькие, деревушки невзрачные, край заброшенный. Для меня каждый цветик цветочек маленький, и о каждой травинке грущу не скошены. И дома называю хозяев именем. Пусть дымок не над каждую крышей тянется. А весною стою над морями синими, Кена, Чурья, Гасондала все красавицы. А когда повезут, будет день дорогами в Новолодский край, на мое пристанище. Мимо серых поженек с перелогами нет, не мимо. Со мною они останутся навсегда. Спасибо. Ольга Владимировна, подождите, ну хоть секундочку, ну подождите, поговорим, ну чуть-чуть, чуть-чуть, и все стихами. Вот кому интересно, опять же, была книжная лавка, где Ольга Владимировна представляла эту книгу, и в этой передаче участвовал еще Андрей Васильевич Петров замечательным образом. Я не могу вас не спросить, новая книга готовится? Ну, я не буду предугадывать, но нужно сказать, что вот если Елена Николаевна говорила, что книг больше не будет, я скажу, что книга, наверное, будет, потому что файл, в который я вкладываю новые стихи, называется «После книжья». Слушайте, то это уже название. Вы сначала делаете название, потом книгу. Ну, по-разному бывает. Здесь так. Спасибо огромное. Ольга Корзова. Будем ждать новую книгу. В его стихах удивительное сочетание суровости и нежности. Суровая нежность потому и платит миру долги клювастыми, горластыми стихами. Это в кавычках цитата. Которые вырезают из корня дуба. Но в каждом стихотворении удивление перед чудом жизни и уверенность в том, что жизнь в самом главном всегда хороша. Очень светлые и искренние стихи. Это отклик одного из считателей на его поэтическое творчество. Дорогого стоит. Под этими словами готовы подписаться многие-многие почитатели его таланта в России и за ее пределами. Встречайте Александр Логинов. Александр Александрович. Да что вы, что вы, что вы. Время тут... Ольга Владимировна еще не исчерпала свое... Мы можем обратно, конечно, ее... Вы будете стоя или вы присядете? А как получится? Тогда присядьте сначала. Я все-таки про вас пару добрых слов скажу. Биографическую справку, чтобы вы могли потом поправить, сказать, что все не так, но как полпойдет. Родился 27 августа 48-го года в городе Манчегорске Мурманской области. По отцу уроженцу Мягозерского района, я считаю, как есть в Ленинградской области, Вепс. По матери уроженке Каргопольского района Арканской области, Русс. До 16-летнего возраста путешествовал вместе с родителями. И так, через запятую Тихвин, Болховстрой, Украина и, наконец, Каргополь. По окончании восьмилетки в Каргополе учился в Ярославском автомехатическом техникуме, затем учеба в Брянском техникуме физической культуры и вновь поездки по стране. Ярославль, Брянск, Одесса, Запорожская область, Москва, Каргополь. В разные годы работал Слезарем, Слезарем, Сторожем, Маляром, Инструктором по физкультуре и спорту, Токарем, Грузчиком, Председателем райсовета Освода, Аппаратчиком на Молкомбинате, Корреспондентом Многотиражной районной газеты. В 85-м окончил Литературный институт Горького. В 88-м был принят Союз писателей России. Автор многих поэтических книг, печатался в коллективных сборниках, центральных литературно-художественных журналов. Более 30 лет живет в Каргополе. Лауреат премии имени Рубцова. Лауреат Всероссийской литературной премии имени Абрамова. Награжден знаком Министерства культуры за достижения в культуре медалью Пушкина за личный вклад в развитие современного литературного процесса. В 2018 году стал лауреатом славянского литературного форума «Золотой витязь» в номинации «Поэзия» за сборник стихов «Дети окраин». В 2020 году в издательстве Лоция вышла поэтическая книга Александра Логинова «Возвратите мне родины цвет золотой». Вам слово Александр Александрович. Отлично. Я покляю и посижу. Значит, так. Во-первых, в союзе писателей, когда в союзе писателей в союзе не слышно, давайте. Союзе писателей России в 88-м году как такового не было. Ну, советский, да. Ну, я вступил в союз писателей СССР. У меня и книжечка такая есть. Потом он прекратил существование, вы все прекрасно знаете. Я не буду говорить о том, ну, что это. Эта книга уже имеет историю, поскольку она получила победитель номинации поэзия международный конкурс премия интеллектуальной литературы имени философа, поэта, социолога Александра Александровича Зиновьева. Кто интересуется политикой и другие, не только политикой, знает имя этого неординарного человека. Но сегодня я вообще не об этом, потому что белый июнь это прекрасно, прекрасно, я вспоминаю ближе к северу ночи короче, вот на сыпочке белая ночь, поднимается что-то бормочет, словно жить без волшбы не мочи. Вдоль опушек речных, вдоль излучин ходит, слушает только во след музыкальные бульки лягушек пузырятся. Да седенький дед все молчит на печи израсовой, белый пламень плывет по реке, скоро звездочки масти користовой замерцают в моем котелке, как рыбак я, часто у котелка сижу, хлебаю ушицу, и в этом котелке всплывают не только, там находятся и наши звезды, и наши кресты, как в русской истории. И сегодня мне в этот белый июнь, который сращен вместе с тем, что, сами знаете, 22 июня, я отдаю предпочтение своему отцу и на эту тему прочитаю три стихотворения. Одно из них написано было, когда я учился еще в литературном институте. Родилась строка, что ржавый гвоздь, вбил в рассвет, как в розовую кость, застонала мать, опять ей снится. Ночь передвоенная клубица, черная драконистая туча, может, солнцу не родится плуче, ходит где-то возле самых окон, мой отец глядит незрячим оком и уходит молча на пустырь в глубочайшую из черных дыр и оттуда голос раздается ничего, сынишка, все вернется, я ушел в глубинный холод лютый, я вам сына доверяю, люди пред сынишкой, белые листы, как бинты больничные чисты, он поэт, ему тридцать четыре, нет ему спасения в этом мире, не поддамся, ничего, что гвоздь бит по шляпку в розовую кость, напрягусь и разрывая жилы, вырву раз такой, мы будем живы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Еще я ну вот, если уже дело дошло до этого, пожалуй, стихотворения, где она у меня? Вот. Нет, пропала. Сейчас найдем. Весь не найдем, она вот тут, в серединке. А вот. Чего? Ребята, для чего-то так ведется, что русский поэт почитается в роли спасателя. У меня вот есть членский билет и печать в нем союза писателей. А кого в этой жизни я спас? Без ответа вопрос мой мучительный. Заложили фугас под парнас, усмехаются горько учители. я покину я покину родной городок и пойду не спеша на окраину. укушусь. за локоток. Вспомню жизнь и отцову, и мамину. Нерегалию. Вообще ни хорь она не осталась. Почетною грамотой наградила родимых страна, как заслуженных вымерших мамонтов. не печальтесь, на русском кресте имена ваши кровью записаны. Есть там место и красной звезде победителей в битве немыслимой. Слышишь, батя, наши ехли ходей, наша жизнь то стерня, то колдобина. Ты уж там эх, по полной налей, дай выпей за сына и родину, чтоб прошел он свой путь не за мзду. Ведь не все деньки в жизни прогуляны, чтоб плужил он свою борозиду, выпрямляя ее с загогулины. Ну и третье стихотворение. Связанное тоже с батей. Даже его немножко автобиографии есть. Ножичек дедовский, дед, ножик, деда, вот оно есть в этой книге. Прошел обильный дождичек, достал папаня ножичек на наборной рукоятке чернью, Логинов Егор. Нож в порядке, жизнь в порядке, значит, в лес, в сосновый бор. Я не знаю, что задумал ботяне в голове, но он любит черный юмор, выпить стопку или две, но зато в грибные дни чист душой вина ни-ни. у него для него грибы все в лицах, каждый гриб как лицедей, что мечтает превратиться в представителя людей. У отца характер добрый, лес ему родимый дом, отступают всех вороба от восторга в горле ком. Хорошо так как, сынишка, ты дыши себе, дыши, погляди, попался, ишь ты, царь грибов в лесной глуши. Но жик-жик мой папка смел, воевал и отсидел. сорок третьем снайпер вывел, пулю дуру сквозь прицел и сквозь голову на вылет. Не задел мозг, папка цел, он сейчас цигарку скрутит, пустит в небо дым густой, и в него из всех орудий залп ударит грозовой. Истерек наш полон можно по домам и ножик в ножны. День к закату смолкли птицы, эй, сынок, шагай с людей, сварит мамка нам грибницу из министров и вождей. Ладно, прочитаю вам еще стихотворение. И у меня они. Сейчас, 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 не торопитесь. Так, это стихотворение, значит, у нас планировалось в Союзе писателей России, значит, 20, или забыл, 25 русских поэтов, они, значит, русский дом в Италии, итальянский. Это было до 24 февраля, но все-таки, несмотря ни на что, там наши друзья итальянские сделали эти переводы, этих 25 поэтов, от Владивостока до Калининграда, в число их и я попал. Переводы сделаны, а вот теперь ждем, чем все закончится. Это вполне бы было интересно. Вот я оттуда одно стихотворение, которое было переведено там. Это стихотворение есть в моем избранном, в этой нет. Тлен болотный, глядащая сушь, мрак таежный, родимая глушь, я всегда в ней найду свои тропы, вглупли Азии, вглупли Европы. Пусть глаза жжет лапланская синь, пусть горит в груди солнца пустыни, пусть горю себе плудный я сын. Все равно не печальтесь о сыне, хлеб господин достой щепоть, да пронизанный солнцем источник много ль надо, чтоб дух моей плоти воцарили над сумраком ночи. Я плыву над землей голубой, как ребенок в купели небесной. Я плыву и тяну за собой морок велеса, лелевы песни, а внизу среди мшистых болот, где болезненный день, как старуха вместе с робкой надеждой встает, просыпаются нищие духа. Вихрь мятежный, железный нордвест, вплел в их волосы снежные ленты, рвется воздух варяжская песнь, что слышна на шести континентах, скандинавские фьорды горят золотистым огнем, просоленный белым морем, встает Китежград в полумгле, изглуби потаенной вечный город и кровный наш брат православным крестом осененный. Спасибо. Виктор Федорович вам теперь поймете почему. Жизнь прекрасна и занимательна, потому что приведена не к всеобщему знаменателю, потому что она одна и порою время от времени проверяет на крепость нас и безжалостно бьет по темени, так что искры летят из глаз. Так поделимся други брашнами, укрепим родовой союз, будем в связке одной с бесстрашными покоряющими Эльбрус. Это вам. Вот так дорогие друзья. А вообще если будет презентация, я буду эту книгу презентовать и не только, потому что это такое дело, то я думаю мы с музеем вместе устроим большую встречу, большой вечер, где надеюсь чем-то порадую, а чем-то вас разозлюх и чем-то еще. Так что будем иметь в виду. Спасибо, Александр Александрович. Александр Логинов. Ну, я хочу добавить, у нас была тоже передача книжной лавки, где Александр Александрович как раз об этой книге рассказывал и Андрей Васильевич Петров тогда тоже участвовал, помните. И это можно найти в интернете. Там больше книг. все есть, все, спасибо. Спасибо огромное. Я просрочил. Но, кстати, по поводу будущих книг, будущую книгу надо готовить, потому что если мне ждать 80 лет до 80, я как мужик, конечно, проживу. Ускоряться? Да. То есть ускоряться? Кому ускоряться? Кому ускоряться? Ну, учтите, на следующий год 75. А это круглая, да? Она на 5 делится. Хорошо. Так что к этому будет. Хорошо. Александр Логинов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.